добрый день друзья продолжаем продолжаем наше обучение самомассажу сегодня у нас работа с мышцами плеча и локтевой сустав локтевой сустав мы добавляем массаж мышц плеча потому что как правило неврологические заболевания которые влекут за собой парализацию верхней конечности сопровождаются тонусом тонус вызывает порочные положения сгибательные контрактуры и прочее и мы будем соответственно после массажа я покажу какие движения выполнять чтобы разработать растянуть плечевое движение в локтевом суставе и поэтому конечно прогреть связки локтевого сустава будет необходимо и так вернем чтобы это было видно опять же друзья мои опять же хочу сразу пояснить как и в прошлом видео что массаж руки лучше делать из положения поднятой руки вам проще добраться до задней поверхности до передней поверхности но чтобы было видно разумеется я буду все это показывать исключительно на опущенной руке максимум возьму валик чтобы хоть чуть-чуть как бы с приблизить ситуацию к реальной но вы если у вас есть такая возможность кладете руку повыше вам проще будет везде добраться и так смотрите можно выполнять массаж сразу и двуглавой мышцы и треуглавой мышцы то есть в принципе это когда ну скажем так в профессиональном лечебном массаже мы соединяем эти две мышцы просто на одну идет одна нагрузка массажная на другой другая здесь мы с вами так как делаем массаж самостоятельно мы с вами эти две мышцы будем делить чтобы вам было проще проще это все сделать и меньше было ошибок во время массаж и так мы возьмем за основу за методику массажа этих мышц такую распространенную проблему как тонус на двуглавой мышцы то есть сгибательная контрактура и слабую трехглавую мышцу вот особенности сейчас буду рассказ и так зависимости от того насколько у вас согнута рука перед тем как выполнять массаж надо чуть-чуть все-таки проработать локтевой суставчик без сильной нагрузки но проработать возможно сделать упражнение с палочкой которые вы можете также посмотреть на моем канале вот да многие их и знаю вот проработать поразгибать для того чтобы вы могли руку положить в более-менее развернутом положении чтобы вам можно было добраться до бицепса до двуглавой мышцы плеча и так начинаем мы как всегда с поглаживания начинаем мы с двуглавой мышцы плеча начинаем с бицепса потому что его как бы так как тонус он сокращается он сгибает рук он мешает делать массаж и в то же время он растягивает трехглавую мышцу плеча который тоже в этом положении не очень удобно массировать соответственно поработали локоточком то есть получилось чуть-чуть разогнуть руку чуть разогнуть и начинаем как всегда с приемов которые вы уже все знаете начинаем с поглаживания здесь мы работаем снизу вверх снизу вверх погладили погладить я иногда буду разворачивать руку чтобы было виднее то есть у вас рука лежит в одном положении крутить ее не надо я буду чуть-чуть поворачивать чтобы это было виднее на камеру то есть погладили погладили снизу вверх дальше мы делаем как я их уже называл более такими глубокими поглаживания или же выжимания то есть мы гоним кровь выше лежащий участок который мы кстати перед этим отмассировали то есть это было в прошлом видео мы его отмассировали мы его опорожнили то есть у нас сосудики там готовы к приему большей крови большего количества крови соответственно мы уже в опорожненные сосуды в дренированные сосуды начинаем сгонять кровь из нижележащего участка небольшая ремарка во внутренней части плеча там лоцируется и проходит нерв поэтому внутреннюю часть плеча мы массируем очень очень аккуратно не надо туда пальцем забираться очень глубоко мы глубоко работаем поверхностную мышцу здесь кость здесь нерв поэтому здесь очень глубоко мы не лазим вот и так и так выгнали лишнюю кровь теперь смотрите тонкий момент нам надо мышцу размять но слишком интенсивное разминание будет провоцировать повышение тонуса поэтому мы мышцу скручиваем и смещаем медленно медленно ненастойчиво чтобы не провоцировать тонус можно поработать как я уже говорил костяшками пальцев имейте ввиду у нас две головки мышцы поэтому она и называется двуглавая поэтому мы прорабатываем и одну сторону и вторую сторону то есть прям вот по двум линиям ходе можно четырьмя пальцами подушечками здесь поразминать ее но мышца анатомически крупные можно сказать так мышцы жирная поэтому мы ее можем похватать мы ее можем поскручивать то есть придать ей определенный процент эластичности восстановить эластичность мышц взяли прям вот в охапку ее и отделяем от кости приподнимаем ее в это же время поворачиваем руку то есть когда хват мышцы есть мы ее руку крутим руку поворачиваем чтобы по выжимать покрутить поскручивать мышцу но медленно очень медленно чтобы не провоцировать тонус снизу вверх мы мышцу разминаем можно заходить чуть-чуть на дельтовидную мышцу наших места прикрепления двуглавый там же где и дельтовидной мышцы то есть по скручивали мышцу поразминали пальцами дальше мы ее должны погреть как мы уже с вами договаривались что растирание может идти и вверх и вниз то есть наша задача создать максимум трения выделить максимум тепла на мышцы а как вы знаете при воздействии тепла мышца расслабляется весь мир придумал бани сауны хамамы и прочее для того чтобы согреться чтобы расслабиться чтобы раз погрели потерли опять можно повыжимать ее опять можно ее поразминать поразминать поскручивать и опять можно ее чуть-чуть потереть и потом погладили погладили чтобы успокоить рецепторы легонечко доставили себе удовольствие далее треуглавая мышца задняя поверхность плеча наверное буду садиться боком чтобы было видно здесь те же условия значит в первую очередь надо руку также постараться все таки чуть-чуть разогнуть но в вашем случае это будет вот так вам проще будет добраться вот я руку положу и начинаем опять же снизу вверх начинаю с поглаживание с поглаживание гладить можно везде и внутреннюю часть плеча и наружную часть плеча и вверх и низ то есть гладить как угодно когда вы будете делать массаж вы уже прочувствуете где находятся все мышцы все их головки все их брюшко на вот вам уже будет проще ориентироваться как бы на конечности далее мы по выжимали более плотно прижимаем руку и гоним кровь вверх опражняем сосуда чтобы туда притекла новая кровь не было застоя чтобы нерв проходящий по внутренней поверхности плеча хорошо питался хорошо омывался насыщенный кислородом крови чем лучше у нас циркуляция тем больше кислорода и всевозможных питательных веществ приносит кровь к структурам нашего организма неважно внутренние это органы либо это мышцы связки нервные окончания потёрли дальше начинаем разминать здесь та же история мышца крупная мы ее хватаем мы ее смещаем но в отличие от двуглавой мышцы где мы можем спровоцировать тонус и нам это не нужно то на трехглавой как правило она расслаблена она не дает разгибания она тонична она растянута позиционно за счет порочного положения сгибания руки вот здесь мы работаем ребята активно как говорится на все деньги то есть здесь мы ничего не боимся мы ее массируем достаточно жестко достаточно интенсивно то есть нам надо ее стонизировать стонизировать причем здесь мы можем добавить ударные приемы мы можем ее похлопать мы можем ее постучать чтобы она при каждом ударе сокращалась что нервные окончания работали чтобы они включили в работу все три головки этой мышцы которая разгибает нашу руку разгибает наш локоть проработали про мяли четырьмя пальцами всей рукой еще ну без синяков друзья мои без члена вредительства пожалуйста не надо нам травма и гематом далее опять по выжимали по выжимали потом растерли как следует потерли тереть тоже можно собственно отовсюду подбираться опять поразминали опять по выжимали то есть можно ходить несколькими кругами по руке еще постучали все погладить погладили мышцы стонизирована мышцы от массирована кожи покраснел вот когда мы отработали двуглавую и треуглавую мышцу самое время схватиться за локоть что касается локтя здесь я вот так руку разверну чтобы вам было видно то мы никогда я повторюсь я говорил в предыдущих видео по массажу никогда у нас не массируется зона скопление лимфатических узлов то есть локтевые сгибы подколенные сгибы места расположения лимфатических узлов на шее под мышками не массируем друзья мы обходим абсолютное противопоказание во всех школах массажа на самом деле оно есть поэтому что нам остается массировать остается массировать боковые части сустава чуть-чуть заходом на вот эти все ямки и места прикрепления трехглавой и двуглавой мышцы то есть саму вот эту часть локтевого сгиба мы обходим но рядом с ним вот здесь где сухожилия двуглавой мышцы где сухожилия трехглавой мышцы мы можем спокойно поработать мы можем память и здесь из приемов у нас принципе то же самое те же легкие поглаживания прям щипчиками ручку берем если мы когда массируем крупную мышцу мы наоборот прилепляем руку к ней чтобы вся мышца лежала на ладони то здесь наоборот нам надо только вот этими поверхностями боковыми работать чтобы здесь ничего у нас не было прям щипцами гладим растираем как следует нам надо повысить температуру в области локтевого сустава аккуратно пожалуйста внутренние мы щелки ямка также выход нерва вот когда локтем ударяешься как током стреляет вот здесь она вот здесь это неприятное место поэтому сюда тоже глубоко там не залезайте потому что ну дернет нерв неприятно будет поэтому потерли помассировали поразминали прям спирали видными круговыми движениями с двух сторон с одной стороны четыре пальца с другой стороны большой палец работает буду поднимать руку чтобы вам было видно крутить здесь 4 здесь один также снизу вверх работы растираем вверх вниз совершенно спокойно без зазрения совести нарушаем физиологические направления не страшно прогрели еще раз поработали над сухожилиями работали погрели а вот здесь промяли опять потерли боковые поверхности как следует прям подушечками пальцев локоть разогрет и вот смотрите у нас разогрета размята и расслаблена двуглавая мышца плеча нас разогрета локтевого сустава до которых мы могли смогли добраться и вот теперь самое время дотянуть растянуть локтевой сустав рука теплая поэтому взяли можно так можно за предплечье и разгибаем сгибаем и разгибаем изгибание и разгибание друзья мои идут пассивно если кисть совсем слабая вяла то здесь конечно лучше браться за предплечье и вот эти движения делать предплечье держать за предплечье сгибаем тоже полностью и стараемся разогнуть полностью не бойтесь сгибать многие скажут ну как же так и так сгибательная контрактура чем больше мы сократим мышцу чем больше мы ее растянем чем больше будет вот это амплитуда сокращение растяжения тем она будет мягче тем она будет легче расслабляться тем она будет подвижнее и больше шансов включить активные естественные движения поэтому гнем давайте боком сяду чтоб видно было гнем полностью и полностью разгибаем здесь можно что-то подложить под локоть у вас и так рука под не поднята то есть принципе у вас здесь какая-то поверхность на чем лежит рука и вот здесь мы ее полностью сгибаем и полностью разгибаем вот эта работа если у нас кисть в тонусе если пальцы сжаты пролезайте пальцами кисть и работаем вот так то есть это тоже хорошо главное чтобы не было вот этих заломов если вырос разгибая руку у вас переломывается кисть так быть не должно не травмируйте лучше запястный сустав поэтому беремся за предплечье беремся за предплечье и вот здесь работаем полностью сгибаем полностью разгибаем далее когда поработали пассивно задали естественную нормальную амплитуду вот здесь можно добавить движение рука лежит у нас горизонтально грубо говоря вы ее пассивно согнули к себе и потом пробуйте напрягать стонизированную заднюю поверхность плеча трехглавую мышцу и пробуйте ее разгибать опять пассивно согнули и пробуем ее разгибать идет медленно идет не с полной амплитуды значит разогнули насколько получилось дальше помогли рукой опять пассивно согнули разогнули насколько получилось дальше помогаем рукой помимо всего прочего вот на разгибание можно вернуть вот эти приемы ударные то есть ну пытайтесь разогнуть ну вот никак не идет постучите стонизировать она начнет у вас выпрямляться пусть не полностью но начнет то есть стонизировали опять попробовали разогнуть опять пассивно сгибаем опять пробуем разогнуть время по времени у вас на каждый участок который мы с вами проходим учимся массировать будет уходить 5-7 минут то есть вот 5-7 минут для участка это совершенно нормально проработать вот поэтому как бы сейчас у вас уже плечо у вас уже плечо именно руки конечности вот то есть на это у вас будет уходить 10-14 ну поначалу может 15 минут это нормальное время потом когда подключится нас предплечье лучезапястный сустав кисть пальцы у вас на руку будет уходить 20-25 а то и 30 минут если прибавить сюда пассивную разработку попытку активных движений кто занятие рукой будет выливаться в полноценную так тренировку в полноценное занятие и будет занимать у вас где-то в районе часа то есть это вообще под руку можно будет выделять отдельно в течение дня одно полноценное занятие далее промассировали поработали активно поработали пассивно вот теперь желательно руку на какое-то время зафиксировать положение максимально разработанных углов то есть разогнули и одели тут если он есть в других видео про локтевой тут а мы говорили много одели тут а зафиксировали или легли выпрямили руку положили что-то тяжелое или сделали петельку там на кровати подсунули под петлю руку легли она выпрямилась и полежать лечение положением так называемое где-то от 30 минут до часа смотрели телевизор почитали книжку все что угодно но полежать если вы одеваете тут ар понятно что вы с тут ура можете совершенно спокойно ходить но я бы это не рекомендовал потому что прямая рука при неуверенной походке не дай бог падения очень сильно высока вероятность получения травмы плеча лучезапястного сустава поэтому постарайтесь после массажа положено полежать вот и полежите в туторе либо с отягощением на руке главное чтобы рука лежала вдоль туловища и лежала прямой чтобы постепенно мозг воспринимал вот эту информацию что рука у вас может находиться в прямом положении вот что я хотел сказать про массаж мышц плечевой кости далее у нас будет уже работа с лучезапястным суставом с предплечьем дальше мы возьмем кисти пальцы весьма животрепещущая тема вот но это в будущих видео пишите свои вопросы пишите пожалуйста как получается массаж устает рука здоровая которые массируете не устает давайте будем обсуждать поправлять исправлять вносить какие-то новые моменты на сегодня друзья мои это все занимайтесь это самое главное то есть если постоянно заниматься регулярно заниматься то результат будет обязательно теперь вы уже много знаете вы знаете много упражнений вы знаете как делать массаж знаете как фиксировать конечно в правильном положении как проводить лечение положением уже обрастаете определенным таким реабилитационным функционалом и можете это применять для того чтобы поправиться для того чтобы восстановить движение поэтому удачи вам занимайтесь на сегодня это все всего доброго и будьте здоровы и и и и